Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о дистиллированной воде. Вообще о воде немножко поговорить, поскольку вода является самой первой необходимостью для всего живого, в том числе для человека. Для человека состоит практически на 80% из воды, поэтому для человека после, скажем, дыхания вода является, скажем так, на втором месте. То есть она важнее любой пище. То есть человек быстрее загнется без воды, чем без еды, скажем так. Поэтому вода важнее. Хочу поговорить о дистиллированной воде, можно ли ее пить. Расскажу о своем опыте, так как я уже целый год практически пью только дистиллированную воду. Никакую вообще другую воду я не пью. Расскажу о том, как я себя чувствую, все ли нормально со мной, с моим организмом и так далее. Значит, я примерно год назад приобрел дистиллятор из Китая. Ссылочка будет под видео на него и также на это видео. Можете подробно ознакомиться. Там у меня есть распаковка. Все рассказываю про данный дистиллятор и так далее. В общем, по ссылке под видео ознакомитесь. Показываю там, как я воду очищаю и так далее. В общем, все там. Так вот, спустя примерно год, сейчас расскажу, насколько вода полезна, либо не полезна для организма именно на практике. Не смотрите на то, что там, кто пишет в интернете. Я почитал разные статьи, что воду дистиллированную пить нельзя и так далее. Другие, наоборот, говорят, ее можно и нужно пить. Например, как Поль Брек, великий, скажем так, очень популярный в свое время натуропат, практически употреблял только дистиллированную воду. Говорил о том, что она очищает организм, очень полезна, в ней хорошо растворяется соль и так далее и тому подобное. Со всем этим можете ознакомиться. Я расскажу про себя. Значит, чтобы сразу ответить на вопрос, именно который видео, как я себя чувствую, случилось ли со мной что-то плохое от этого, сразу скажу, что чувствую себя замечательно. Воду данную я уже пью примерно год, повторюсь, никакую другую воду я не пью, только дистиллированную. И за это время я ни разу ничем не болел и не болею, ни насморк, ни кашель, ни головные боли, ни какие-то боли внутри, ни крошения зубов. С костями у меня все в порядке. Абсолютно здоровый человек и даже больше вам скажу, что чувствую себя лучше. Чувствую себя лучше, гораздо лучше. Значит, кто хотел получить ответ на вопрос, как я себя чувствую, из видео, да, из названия видео открыл, чтобы посмотреть, тот его уже получил. В общем, вода это абсолютно безвредно для организма. Ну, а насколько она полезна, вы можете читать в интернете. Сейчас рассказываю только про себя. Никому никаких рекомендаций не даю, просто рассказываю свой опыт и не более того. Значит, давайте немножечко разберем, что такое дистиллированная вода. Дистиллированная вода это полностью очищенная вода от всех примесей. Как я уже раньше говорил, она очищена как от полезных каких-то органических веществ, так и от вредных, от тяжелых солей, от всего, что там находится. То есть, это просто идеально чистая вода. То есть, чище, чем дистиллированная вода в природе вы не найдете. Это просто идеально чистая субстанция. Вода и там больше ничего нету. Ничего плохого, ничего полезного. Надеюсь, на этот вопрос я ответил. Второе. Вода это самый лучший растворитель, который только есть в природе. Это тоже нужно понимать. Но это на вопрос к тому, может ли вода растворять шлаки и вводить. То есть, ответ сразу на это можно сказать, что действительно дистиллированная вода лучше растворяет и выводит шлаки и всякую билиберду из организма. Но и вы также знаете, что воду чистую нужно пить, помимо чаев и так далее. То есть, ее нужно пить именно чистую. Значит, откуда я получаю органические вещества, витамины и так далее, если я воду дистиллирую? Ведь дистилляцию я делаю не просто так, для того, чтобы избавиться от всего вредного. Насколько в нашей воде содержится много вредных веществ, тяжелых металлов, я уже показывал опытным путем, выпаривая воду. То есть, из-под крана выпаривал воду и что в дистилляторе образуется. Вы можете также по ссылочке под видео посмотреть наглядно, сколько там всего плохого, ржавчина и так далее, тяжелые металлы. То есть, это то, что не нужно нашему организму точно. Так вот, откуда я получаю все полезные вещества и витамины? Ребята, очень просто. Вы просто. Ну, например, кто пил морковный сок, либо гранатовый сок и так далее. Любой сок это просто дистиллированная вода плюс какие-то органические вещества, витамины. Все. Дистиллированная вода плюс витамины, органические вещества. То есть, вы, когда пьете свежевыжатый сок, вы получаете просто дистиллированную воду с витаминами. Ну и плюс разные вкусы в зависимости от содержания тех или иных веществ. Таким образом, я практически не ем сахар, я его исключил, я его не употребляю. Вместо сахара я употребляю мед. Значит, давайте сейчас будем разговаривать о полезных веществах. Так вот, полезные вещества я получаю из трав, которые добавляю в чай. То есть у меня, например, шиповник, настоянный на дистиллированной воде. Это травы различные, которые я, черный чай практически не употребляю. Я употребляю травяные чаи различные, тоже на дистиллированной воде. Мед. Посмотрите, сколько полезных веществ содержит сам мед. Мед может заменить практически все, что нужно вам, вашему организму, вы можете оттуда брать. Поэтому, когда вы употребляете дистиллированную воду, она вашему организму приносит только пользу. Никаких вредных веществ вы с ней не получаете, с водой из-под крана, особенно когда кипятите. Это очень вредно, даже говорить об этом не хочу, исследуйте сами этот вопрос. А вещества полезные, как я уже сказал, вы получаете не из аптеки, витаминки вот эти искусственные покупаете, химию эту, а именно из натуральных продуктов. Все. В дистиллированной воде я добавляю мед, как уже сказал, различные травы, шиповник и так далее и тому подобное. Различные ягоды можете добавлять в чай, замораживать ягоды, какие вам хотите, смородину, еще что-то. Различные листья, различные какие-то, значит, можете добавлять корни. То есть, это уже на ваш выбор, на ваши вкусы. Поэтому вопрос, где брать полезные вещества, исчерпан. Ребята, сейчас нужно не витаминами искусственными пользоваться, а воду. Особенно, если кто-то смотрел видео, не знаю, правда, нет, что воду добавляют там помимо хлорки, которая уже давно всем известна, еще добавляют гормоны, добавляют антибиотики, еще какую-то ерунду туда могут добавлять, нам неизвестно от всего этого, надо нафиг избавляться. Нафига вашему организму разбалансировка гормонами или какими-то там веществами ненужными? Зачем оно вам? Прогоняете просто через дистиллятор, он всю эту хрень вам убирает. Она вам нафиг не нужна вашему организму, он ее просто не выводит. Вы просто разбалансируете свою гормональную систему, ваш организм, ваш желудочно-кишечный тракт и потом просто начинаете болеть от того, что у вас иммунитет снижается. И желудочно-кишечный тракт, витамин это искусственно, он не усваивает, он практически их выводит. Деньги вы выкидываете на ветер, вы химию выпили, он вывел. Но это хорошо, если он еще вывел, а то ведь он может ее и накапливать. Поэтому возвращайтесь к натуральным продуктам, к натуральным травам и будете получать необходимые вещества. На этом, ребята, я, наверное, ролик свой буду заканчивать. Будьте здоровы, очищайте воду, ссылочки, где купить дистиллятор, будет под видео. Я заказывал из Китая, нормальные дистилляторы, недорогие. Можете в России покупать, где хотите, но это будет, конечно, дороже гораздо. Я делал обзор на тот дистиллятор, который я купил, вполне приемлемый, отличный дистиллятор, недорого. Я его там покупал за, по-моему, за 5 или за 6 с половиной тысяч, но не за 10, не за 12. Отлично он у меня функционирует, я на него еще сниму видео, покажу, как он работает, еще про него расскажу, будет свежее видео. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите, будьте здоровы и всем пока. Продолжение следует...